Добрый вечер, дорогие друзья! Прошу дать обратную связь, как мне слышно сегодня? Спасибо. Похоже, что слышно. Спасибо, Таисия. Начнем с того, что... Спасибо, спасибо Подмосковью, спасибо Казахстану, Братску. Вот видите, какая тут компания собралась теплая, хорошая. Значит, я не случайно вместе с Алексеем Дьяковым и с его помощью, который мне сегодня здесь помогает, и он поставил вам видео, показал этот ролик, потому что это с Вьетнама, второй ролик или вторая часть, там вы догадались, что это вьетнамский вариант, и что утром сегодня была беседа с вьетнамскими коллегами, и они прислали ролик. И я подумал, что этот ролик прямо, ну вот как в десятку, понимаете? Вот человек устроил бизнес, и когда ему был задан вопрос, что там, может ли он там одну вещь сделать, подготовить с университетом встречу и так далее, он сказал, да, это мой бизнес, и прислал ролик, который был у него записан. Вы видели, насколько... Это настоящий офис, офис бизнесмена, который считает, что это его, значит, этот, как бы... Этот проект, это его проект, он сопричастен, он мне такое там написал, что просто вот, ну, поделюсь когда-нибудь. То есть к делу надо серьезно подходить, дорогие друзья, поэтому давайте начнем сегодняшний вебинар. Я вначале сразу сообщу вам новость о том, что дальше вебинары будут через неделю, но поскольку сейчас идет серия так называемых региональных вебинаров, где, значит, встречаются с членами правления, я тоже в том числе отвечаю там на вопросы, то чтобы тут масло масляное не устраивать, у нас будет таким образом, что следующий вебинар у нас будет... Дальше начнутся вебинары через неделю, так, и, скажем так, но чтобы попасть в неделю, так, чтобы сухотворья мы в разные недели были, то надо было бы мне 21-го провести и потом, значит, начинать через неделю. Но не совсем это удобно, я уже сказал, что там будут подряд в течение недели целый ряд вебинаров, нагрузка очень большая, надо тут готовиться к многим вещам, поэтому следующий сегодняшний вебинар и следующий вебинар будет аж 4 июня, то же самое время. Объявление в личном кабинете и на информационных всех этих самых площадках будет. Итак, начнем сегодняшний вебинар с ответа на вопросы. Первый вопрос, какие строительства ожидаются в 2020 году? Вы знаете, этот вопрос был одновременно, он примерно так же был поставлен там и в другом месте. Значит, ожидаются, они не ожидаются, они идут. Кто слушал уважаемого генерального конструктора Анатолия Гордовича, он в ответах на вопросах там объяснял очень подробно. Люди просто не слушают, не смотрят, поэтому я просто коротко здесь скажу, что целый ряд проектов, они уже, значит, как бы в строительстве. Самый реальный, вот если бы меня спросили, я бы так и ответил. Самый реальный, это 2,5 километра, это реальный проект, который в Шарже, он эксплуатационный, это эксплуатационный проект, и на нем будут проводиться целый ряд сертификаций уже в эксплуатационном режиме. То, о чем мы неоднократно говорили, я буду сегодня неоднократно это повторять. Зачем нам нужна эксплуатация, что такое эксплуатация и так далее. Это очень важно. Это первый такой, скажем, проект, в котором, как некоторые говорят, бульдозер уже там копает. Вот, второй, еще не дошло до бульдозера, но готовится документация по 15-километровой трассе. Я так думаю, что в этом году работы начнутся, я не помню там, как точно обозначил Юницкий, если кто хочет, послушайте, узнайте. И в Белоруссии там будет построена еще существующая на парке трасса, как минимум. И вторая там рассматривается, сейчас готовятся все решения по поводу строительства все-таки и там 2,5-километровой трассы, чтобы обеспечить эксплуатационные все испытания, не таскать далеко туда, в Объединенные Арабские Эмираты, а сделать, делать здесь под боком, практически под боком у производства, делать целый ряд сертификаций и испытаний. И отработку, и показ уже, показ уже в эксплуатационном режиме. Именно это в первую очередь касается всего того, что связано с тяжелым курсовым транспортом. Вот, такой длинный ответ на такой короткий вопрос. Когда будет IPO? Вы знаете, этот вопрос прямо вот как красной нитью проходит. Я понимаю, интерес людей очень простой, естественный. Люди связывают с IPO наличие, или скажем так, возможность в бинокль посмотреть, а что же эти акции все-таки стоят, понимаете? Потому что тут рассказывать и считать можно слева направо, справа налево различные методики применять. Реально человек узнает, что стоит товар, когда он выкладывает товар на базар или на рынке. Вот. На рынок мы выходим, значит, это, что касается, дорогие друзья, акций. Но то, что касается нашего продукта, продукта, проекта, то это мы уже видим, сколько стоит, как его покупают, какие предзаказы. Ведь Юницкий недаром сказал, что уже есть предзаказов там на миллиарды. И это так. Я поднял договор, есть целый ряд и по, значит, Скандинавии, и по региону Балтийского моря есть предварительное соглашение. И там тоже десятки, и там тысячи километров. И это непросто. Работы определенные по этой подготовке ведутся. То есть предзаказы есть. Мы зачастую понимаем, что такое предзаказ, это что уже, ага, уже аванс заплатили. Нет. Предзаказ, это когда есть соглашение, есть более-менее ясные условия сотрудничества. Это уже предзаказ, дорогие друзья. И у нас даже в большинстве европейских стран считается, когда две стороны протокольно договорились, то это можно уже считать, другая сторона уже может начинать, или любая из них может начинать свою деятельность и иметь определенные требования и что-то начинать, как бы делать. Но это так уже юридика. Суть не в этом. IPO. IPO рационально, как сегодня, значит, мы рассматриваем, рационально его проводить, тогда, когда к этому будут все предпосылки. Главным моментом для меня является, я им с вами делюсь, является то, что сегодня, вчера, месяц позавчера, два месяца позавчера, уже с конца прошлого года, компания, которая готовит вывод на СТО, Skyway Global Token, она одновременно отслеживает и делает все шаги таким образом, чтобы подготовить почву для IPO. То есть подготовка идет. Сколько займет времени? Год, два, не знаю. Зависит это не от того, что кто-то щелкнет пальцами и скажет, или великие юницкие скажут, все, пошли на IPO, стену или там еще чем-то. Нет, она зависит от того, когда рационально туда идти. Вот, это покажет, и как я уже неоднократно говорил, я думаю, что я не сильно ошибаюсь, что успешность последствий начала, старта и проведения СТО с Global Token, она будет одной из существенных предпосылок подготовки к IPO. Понимаете? Вот, теперь, поскольку вопрос не задан, а я, как говорится, а, сказал и б, затронул, то есть СТО, по СТО есть основания предполагать в ответе там на вопросы и в беседе, которая, как я уже говорил, у нас было управление с руководством головной компании, вот, там была, была эта тема, и есть основания полагать, что запаздывает сейчас в связи с карантинами и все этими карантинными ограничениями компания, основная компания-подрядчик, помогающая ну, как бы, выводить юридические, правовые все документы и все действия подготовки, роут-шоу, прочие дела к СТО, что они немножко отстают от графика. Поэтому, будет ли это до, потому что сначала это предполагалось вообще до 1 июля уже быть готовыми, но теперь, дай, даст Бог, 1 июля, может быть, с небольшим запозданием, но суть не в том, важно то, что в этом году это по всей вероятности точно будет, если ничего, потому что, как говорится, все может произойти, но по всем, как бы, вот предпосылкам будет в этом году. Почему ввели такие выгодные пакеты для инвестирования, это выгодно, кому и как. Вы знаете, значит, в кабинете написано, почему ввели. Я сегодня тоже на этом отдельно остановлюсь, поэтому сейчас я пропущу этот вопрос, я еще очень коротко это прокомментирую. Значит, четвертый вопрос. Партнер оформил в марте на 10 тысяч долларов рассрочку. Человек спрашивает, значит, провел 3 платежа, дискон был там один, по-моему, к 45, да, провел 3 платежа, значит, и можно ли, значит, как бы вот приостановить и так далее. Человек принимает сам решение, но такого конкретного решения нет. Оформлять может любой человек дальше, значит, свои, то есть, исходить из условий, которые описаны. Вот. Поэтому здесь ничего не могу сказать вам. Рассрочки на 1 к 100 можно оформлять, те условия там скатаны. А так, что-то начинать, что-то тут передергивать, навряд ли. Я не думаю, что это хорошая идея. Там есть реальные условия, по которым можно останавливать и начинать что-то снова. Будет ли в этом году обратный выкуп летом или осенью? Значит, не знаю. Ведь, смотрите, выкуп – это не сама цель. Выкуп был сделан для, это как жест лояльности компании, для, скажем, таких, ну, со стажем инвесторов, со стажем, с трудовым стажем людям, там, 75 плюс, вот, для них вполне вероятно, что будет, но я, вот я, мой экспертный, как бы, ответ вам, никто мне может сейчас сказать, потому что предпосылки, вернее, предположения были, что будет, вот, как сейчас складываются условия, зависит это, на мой взгляд, от того, как пройдет СТО и каковы будут результаты СТО. Потому что обратный выкуп, вы же понимаете, что нужны сейчас деньги для того, чтобы инвестировать и, значит, идти дальше с проектом, и вдруг мы начнем выкуп. То есть, не совсем хорошее время для его проведения. Но когда, если средства будут, то генеральный конструктор всегда говорит, что надо людей поддерживать, которые нас поддержали, и, скажем так, уже 75 плюс, по-всякому бывает, у людей со здоровьем, и со всем, и так далее. Поэтому я не исключаю, но точно не могу ничего вам сказать. Это мои просто так размышления вслух. Теперь, следующее, вот теперь я приступлю к третьему вопросу, по-моему, да. Ведь смотрите, с чем это связано? В первую очередь связано с тем, что мы находимся в каких условиях? Выход на, надо выводить на эксплуатацию проекты, на эксплуатационный режим. Об этом уже говорилось. В условиях мирового кризиса. То есть, нужны дополнительные средства. С одной стороны, эта компания как бы посчитала, посмотрела, да, вот, посмотрела, что компания смотрит, есть ресурсы, есть использованные, еще возможность резервы долей или акций, да, и сделать дисконт. Резерв есть. Были это принято генеральным конструкторам решение, что использователи взять из резерва главнокомандующего определенные ресурсы и их направить вот на это дело. И мы, с другой стороны, каково наше действие? Наше действие мы используем свои резервы и связи, понимаете? Потому что возможности это очень хорошие. Если когда-нибудь кто-то скажет, что слушай, Маслов, значит, что ты чего это затихарил и не сказал, что были такие хорошие условия в два раза лучше, чем обычно, да, то меня это никто не простит. Поэтому нам надо использовать свои резервы. Я посмотрел, что у меня там есть, какие ресурсы, да, я уже определенное решение принял и связи. То есть я по связям по всем это тоже передам. Потому что много людей в таком пассивном режиме, которые просто в свое время проинвестировали, они остались, они не стали структуру устроить, у них там своего бизнеса хватает, понимаете? Но они верят, они следят, они просят время от времени им там присылать информацию, они уже сами знают, где ее смотреть и так далее. То есть второе, компания использует свои резервы доли, мы используем свои резервы и связи. Хороший шоколад. Мы вместе развиваем проект и создаем его успех, свое благополучие, то есть вместе. Поэтому на это и пошли. Причем компания, она с другой стороны, она еще и благодарит, она говорит, что дорогие друзья, что даже не важно там, пошел ты, начал ты там что-то делать, понимаете, начал ты там свои резервы, свои ресурсы какие-то использовать, связи, может быть, ты там уже и не можешь, и не хочешь, тем не менее, ты поддержал раньше, сейчас я даю тебе возможность немножко улучшить свой портфель, понимаете, несмотря на то и несмотря на это. Поэтому это очень важный такой момент, на мой взгляд. Теперь, смотрите, пока мы с вами ходим и идем к 14-му этапу, время от времени всплывает вопрос, а что такое вообще проект? Мы по-разному о нем говорили, но я для себя и рекомендую вам исходить из того, что есть в действительности. Проект это, с одной стороны, технология и ее сертификация, с этого было начато, вот, мы говорили когда-то, что продуктом вообще является технология и сертификаты, с одной стороны, но это не совсем завершенно, сертификаты и технологии мы продавать не будем, тем более, это нерационально сделать, кому-то взять и отдать. Поэтому реализованным проект будет, когда он будет выведен на рынок и начнется строительство, что сейчас уже и начато, начинается. Поэтому, имея пассажирский транспорт, имея грузовой транспорт, есть технология, сертификация, большинство из них, я не буду здесь повторять всех этих истин, которые здесь написаны, это и есть наш проект и вывод его на рынок и на строительство, поэтому это и есть проект, который мы поддержим, кто считает его своим проектом. Теперь, в связи с этим, дорогие друзья, насчет еще, насчет инвестиций. Смотрите, я здесь использовал одного из основоположников или, скажем, родителей, Network 21, это компания, которая продвигает продукты Amway, является базой обучения и центром, скажем так, и основным идеологом этой системы был Джим Дорнан, ныне уже не с нами, он так, и он в одном месте там очень пишет, я вот недавно просматривал, есть у меня такая интересная книга, это для тех, кто заинтересован, да, я когда-то просто, но не очевидно, понимаете, и там есть высказывание, что лишь немногие станут заниматься тем, что им не по душе, только из-за денег, понимаете, но даже если станут, то это продлится недолго, и правильно, и он там обосновывает почему, ну почему, да потому, что одни финансовые, одна финансовая мотивация, это не совсем достаточно, то есть денежные вознаграждения, да, можно посуетиться, многие люди, ведь почему люди и страдают, многие работают, когда они не от души это делают, а из-за денег, потому что одними деньгами сыт не будешь, есть пирамида Маслоу, моего почти однофамильца, да, вот и так далее, то есть есть определенные потребности, финансовая мотивация главная, но один плюс один плюс один, три мотивации должны быть, не нужна еще интеллектуальная мотивация, как минимум, эмоциональная мотивация, поэтому, когда у человека, значит, интеллектуальная мотивация, это когда он видит, что он развивается вместе с проектом, что он может самореализоваться, другой вопрос, пользуется человек этим или не пользуется, вот в чем вопрос, но такая возможность есть, наш проект это позволяет, и многие подсознательно это понимают, даже неосознанно понимают, да, интеллектуальная мотивация есть, даже я неосознанно сегодня, когда готовился к вебинару, подумал, что в принципе очень много интеллектуальной мотивации для меня дал этот проект, и дает, постоянно дает, понимаете, это просто неизмеримое количество сфер, в которых я просто обязан был интеллектуально как бы немножко продвинуться вперед и разобраться, и теперь эмоциональная мотивация, это, в которой человек получает признание коллег, вы не представляете, насколько это важно, когда человек может пожать руку другому такому же хорошему или плохому или более хорошему коллеге, который тоже с этим проектом занимается, ведь, например, одна женщина ко мне подошла, это было в Словакии на конференции, я там рассказывал, рассказывал, и что-то там говорил, и говорю, что, ведь вы представляете, что я представитель, то есть я, значит, динозавр, который родился в первой половине прошлого века, она приходит радостно и жмет на перерыве мне рукой, говорит, вы знаете, я тоже родилась в первой половине прошлого века, но не это важно, важно то, что мы с вами в этом проекте, я ее очень понял, понимаете, и это есть тоже эмоциональная мотивация, это очень сильно эмоционально, для нее и для меня оказалась тоже очень эмоциональной мотивацией, для меня очень мощная мотивация, это принадлежность сообществу, я смотрю в чат, и у меня душа радуется, что там люди как бы устаканились, устаканились люди, более полтысячи человек, и это наше сообщество, понимаете, это люди, которые доверяют, может быть, не все там полностью, но они идут вместе с проектом, сегодня был разговор с товарищами, с одними тут текст, значит, ролика там надо было отработать, и у меня спросили, ты в проекте сомневаешься? Я говорю, я в проекте не сомневаюсь, я прежде чем как бы могу сомневаться в людях, которые то или иное дело делают, иногда, но в проекте я не сомневаюсь, потому что проект абсолютный, ну как бы без дураков в проекте, наоборот, это проект, который очень нужен, поэтому мы занимаемся с вами большим проектом, это очень, уже только это является эмоциональной мотивацией, ну и естественно, все это, все это есть основа или служит для того, чтобы была лояльность, лояльность как со стороны разработчика, разработчика в первую очередь, автора проекта, потом команды, которая продвигает проект, и команды, которая является партнерами и инвесторами. Вот лояльность, три единая лояльность, четыре единая лояльность, и это тоже является очень сильным, как бы, мощным инструментом в нашем движении. Дальше, бизнес, мы и наш проект, в этом вопросе, значит, здесь я постарался как бы выделить основные виды деятельности, вот я, ты или любой из нас, строю команду и обеспечиваю дублирование, бизнес, бизнес, у меня есть проект, о котором мы говорим, большой проект, создаю свой портфель для его участия транспортной и транспортной корпорации, транспортной корпорации, участие, да, осваиваю понимание особенностей и деталей проекта, планирую, организую процесс передачи информации о проекте и возможностях, планирую свой ежемесячный бонусный доход и действия, действия для этого, планирую, планирую, осваиваю, создаю, строю, постоянно знакомлюсь с текущей информацией о проекте, причем здесь работают все мотивации, о которых я говорю, каждая из них здесь присутствует, планирую, организую свой личностный рост и духовное развитие, мы уже неоднократно об этом говорили, что без духовного развития, без личностного роста, ну, да, можно тоже как-то тихо въехать в рай, но это не то, дорогие друзья, развиваю свою финансовую правовую грамотность, вот, это бизнес, вы посмотрите, кто из вас занимается, кто не занимается бизнесом, есть возможность посмотреть, это как минимум, который можно и нужно, причем, если бы я сейчас здесь еще построил бы схему, что насколько это выгодный бизнес, что не надо строить свою бухгалтерию большую разводить, не нужно рекламы много разводить, хотя многие пытаются в интернете это делать, это можно все иначе немножко делать, те, кто смотрели видео из Вьетнама, вот там человек взял, построил или, скажем, отвел помещение, поставил абсолютно, можно сказать, соломенную или такую легкую, Вьетнам есть Вьетнам, мебель, поставил основные баннеры и есть у него информация, и он постоянно приглашает людей, рассказывает, никого ничему не заставляет, это бизнес, он целенаправлен, у него присутствуют все, все эти элементы, следующее, смотрите еще раз про проект, Skyway проект или наш проект, с какими сферами он связан, но сферное развитие, то есть социум и экология, природа, околоземная природа, влияем, влияем и очень сильно, я даже не буду даваться подробностей, остановлюсь только на несколько, новое жизнь устройства, это транспорт нового поколения, он является базой, основной базой, стержнем, стволом того дерева будущего жизнеустройства, я на вебинарах говорил и о градостроительстве, и о умных городах, Суходоев много об этом говорит, я уже не говорю, что, как к этому относится генеральный конструктор, линейные города, о которых он неоднократно говорил, о которых думал, планировал, постоянно задумывается, но главное сделать транспорт, а транспорт это основа нового жизнеустройства, поселения, экотехнопарки, технопарки, агрокультурные парки, прочее, где люди уже не торчат в мегаполисах или больших, а живут ближе к земле, духовный уклад, это отдельная история, не будем вообще, возможности землеустройства, то есть землю можно беречь, можно ею пользоваться правильно, не искусственными продуктами, а живыми продуктами и так далее, землеустройство правильно осуществлять, и что интересно, я становлюсь вот на этом очень важно, социальные гарантии, потому что я уже неоднократно заикался, что пенсии мне еще повезло, еще кому-то повезет, вот, но почему-то мне вот так кажется, что в ближайшие 10 лет просто средств в мире не будет для пенсии. Этот эксперимент закончится, но участие в транснациональной транспортной корпорации условным названием GTI или Skyway долями, акциями, наличие этих акций, токенов, позволяет и создает базу каждому, кто маломальски умеет и делает, планирует свои, свои что? Свой портфель долевого участия транспортной корпорации, транснациональной, глобальной, понимаете? И это большая основа, это надежный щит, надежный буфер между социумом и благополучием человека, его семьи, его близким. Причем пенсия, она и остается, человек ушел, к царству ему небес на пенсию, просто вот, ну, все, закончилось. А социальные гарантии, которые обеспечивает этот проект, они остаются, независимо от того, уходят люди или не уходят, понимаете? Они остаются в наследстве и так далее. Поэтому это мощнейше. Причем одно дело, я сейчас уже даже не говорю столько о самом проекте, о котором мы говорили, смотрите, не об этом проекте, не об этом. Я говорю сейчас о проектах, о десятках тысяч, о сотне тысяч проектов, которые будут с рынка на рынке. Это уже подпроекты, это так называемый материнско-отцовский генеральный проект, а то будут уже дети по всему миру, дети детей. То есть разрастется как сеть транснет по миру, проекты строительства веточек этой сети. И вот это как раз и есть основное, на чем будет строиться и будет основа то, о чем я говорю, основа социальных гарантий. То есть социальные как бы да, социальные гарантии, все правильно, тут нечего, как говорится, из песни слов не выбросишь и не добавишь, чтобы не нарушить рейд. таким образом, таким образом, дорогие друзья, дальше, дом Скайвей, об этом мы уже говорили, сегодня я не буду повторяться, как бы единственное, что я покажу, здесь я добавил, ведь я тоже слежу за ним, персонал, мотивацию эмоциональную и интеллектуальную, обязательно персонали, это очень важно, чтобы эти мотивации присутствовали, это надо учитывать в доме. И теперь, значит, принципы, последние пять принципов, последние пять принципов, 26-й, действуем с легкостью и юмором, да, это принцип, можно его принимать, можно не принимать, но форма взаимодействия влияет на ресурсное состояние, на ресурсное состояние, есть у тебя силы, есть у тебя желание, как менеджер, или есть у тебя, как у инвестора, или как у партнера какое-то желание, есть у твоих партнеров, партнера в твоей команде, если или когда ты ее создаешь. Юмор и легкость общения обеспечивает именно жизнь и обстановку в той среде, о которой мы говорим. Без этого достаточно тяжело. Важный принцип, можно его оставить, можно не оставить, но он сейчас есть, и это очень важно. Снижается напряжение, снижается стресс, ведь смотрите, все запуганные, даже вот возьмем хотя бы период сейчас коронавирусных карантина. Сколько сейчас требуется людям именно как раз легкости, юмора и разгрузки эмоциональной. Это очень важно. Я уже не говорю о предприятиях, или о командах, или о бизнесе. Адекватная эмоциональность, адекватное мышление. Принятие решения, совершенствование, совершенствование искусства, выигрывать, выходить на результат. Это очень важно. Корни адекватной эмоциональности, адекватного мышления необходимы для принятия решения именно выиграть. Вот те, кто играли в командах, там, футбольный, там, волейбольный, не важно, в какой-то еще другой. Игроки высшей лиги, если мы таковыми, или когда мы таковыми себя считаем, мы должны обладать и должны как навыками принимать выигрышные решения. Понимаете? Причем и эмоционально быть готовым. И не просто, ну да, ну давайте, может быть, ну может быть, нет. Надо быть готовым. Когда эмоция появляется? Когда ты по многим параметрам готов к этому. Двадцать восьмой принцип. Действенная, быстрая помощь тем, кто заблуждается, но желает двигаться вперед. Не надо гнобить, не надо говорить, что он дурак. Понимаете? Не надо этого. Просто надо действенно помочь, разобраться в ситуации, вот, когда партнер действует нерационально. Показать ему на это, а не ходить и говорить, а вот он какой плохой, или вот он недотепый, или еще что-то. Чем быстрее ты его не одернешь, а поможешь ему, в хорошем смысле этого слова, тем больше будет результат. Тем больше коэффициент полезного действия будет, именно по ключевым показателям эффективности, если таковые есть. А они должны быть в команде. Мы в команде ввели такие показатели, в нашей команде. И рекомендую об этом другим тоже думать. Имеет волю прервать его погружение в проблему. Понимаете? Помочь ему из этой проблемы выйти. И так далее, и так далее. Не буду читать, вы хорошо читать сами умеете. 29-й пункт умения сосредоточиться на глобальных видениях и мелких деталях. То есть фокус, всегда надо держать в фокусе цель, но не надо идти близоруко в существующие ситуации. Что это значит? Это значит то, что мы можем видеть цель, что нам надо выйти на IPO или там на СТО, условно говоря. А это значит, что надо строить много проектов. Но ни хрена, пардон, извините за выражение, не делать и ничего не осуществлять и не видеть. А куда же? А где сейчас надо сделать? Надо ли сейчас эту трассу сделать? Или может быть давайте сосредоточимся только в Мариной Горке? Или давайте теперь... Нет, давайте сейчас еще будем куда-то в третье место. И так далее, и так далее. Понимаете? То есть надо видеть умение сосредоточиться на глобальных видениях, но не забывать о том, что находится для обеспечения успеха, что надо обеспечить тылы, надо обеспечить процесс, надо обеспечить людей, надо дать квалификацию, надо дать возможность подготовки инженерно-технического обеспечения будущих строительных проектов и так далее. Тридцатое. Управленческая дисциплина. Управление командой фонда, Всемирный фонд Экопланета и компании Skyworld Community осуществляется посредством дисциплинированного управления ресурсами и обеспечения оптимальности и переживливости на всех уровнях. И это тоже принцип, которым мы руководствуемся. Это не всегда просто. Это все требует определенного навыка. Но мы время от времени к ним обращаемся. Таким образом, дорогие друзья, я с вами поделился самым трепетным и самым важным. Я считаю, что у нас есть над чем подумать, у нас есть что делать, у нас есть куда идти. И в завершение, что, какой свой вклад на базе того, что мы сегодня слышали, о чем мы говорили, в общее дело я еще могу сделать. Я не просто так тарахчу перед вами здесь, дорогие друзья. Я себе задаю, хотя бы один раз в неделю этот вопрос задаю, что я могу сделать на этой неделе, как я это буду делать, я пометки делаю и так далее. Я себя выставляю, когда я это буду делать, какой ресурс для этого я сам лично имею, хватает ли у меня соображения, хватает ли у меня информации, не хватает, я думаю, откуда я его возьму, кто мне для этого еще нужен. Понимаете? И тогда начинаю смотреть, а что мне для этого надо сделать? Надо ли позвонить, надо ли мейл написать, надо ли книгу какую-то поискать, порыться, посмотреть, что я там делал и так далее. Так все время, дорогие друзья, и этот круг в хорошем смысле, он очень полезен. Я рекомендую вам им пользоваться и не устану это повторять. Поэтому сейчас я заканчиваю, уже более получаса мы с вами общаемся, мне было приятно с вами встретиться в очередной раз, увидеть, что вы все в добром здравии, ваши близкие, берегите их, берегите своих близких, оставайтесь дома, если можете в России, потому что там разные регионы есть. То есть действуйте по обстановке, разумно, рационально и с чувством и с расстановкой. Желаю вам всего самого доброго, берегите себя, берегите своих близких. Строй сковей, спасай планету, дорогие друзья. Вперед, до следующей встречи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok